Главная проблема нехватки лекарств для льготников – позднее заключение контрактов на их закупку. С этого года в регионе медпрепараты покупают централизованно через аптечный склад. Новая система еще не заработала в полную силу. По некоторым лекарствам торги провести не смогли. Однако в ближайшее время ситуацию исправят, заверила директор облздрава Елена Утемова. На текущий момент департаментом здравоохранения подписано 78 контрактов на сумму 209 миллионов рублей или 64,4% от объема финансовых средств. На аптечный склад поступило лекарственных препаратов уже на сумму 137,6 миллиона рублей или 84,5 тысячи упаковок. Директор департамента сообщила, что к середине марта необходимые лекарства получат более 90% льготников. Если граждане потратили на препараты свои средства, по действующим правилам вернуть их они смогут только через суд. Депутаты предложили разработать механизм возврата денег в досудебном порядке. Я предлагаю, может быть, по инициативе департамента, с участием депутатов законодательного собрания, с участием страховых организаций, с участием фонда социального страхования, прокуратуры, провести рабочее совещание для того, чтобы выработать этот алгоритм действий, который мы могли бы предложить гражданам по возмещению тех или иных препаратов, средств, затеянные препараты. На заседании депутаты утвердили кандидатуру Романа Гадунина на должность заместителя губернатора области. Он работает в администрации региона уже почти год. Все это время его должность звучала с приставкой временно исполняющей обязанности. Гадунин курирует вопросы ЖКХ, строительства и транспорта. Депутаты областного парламента дали позитивную оценку его работе. За то время, в котором Роман Сергеевич находился на посту, как уже было отмечено, достаточно много социально значимых вопросов были решены. Поэтому я буду голосовать за Романа Сергеевича и прошу всех депутатов поддержать данную кандидатуру, так как действительно Роман Сергеевич открыт, готов к диалогу. Депутаты отметили, что готовы к совместной работе с Романом Гадуниным, в том числе по решению проблем ремонта дорог, рекультивации Александровской свалки и помощи обманутым дольщикам. Ольга Лефимова, Татьяна Гордеева, Губерния, 33.